Ну что ж, здравствуйте дорогие друзья! Если вы слышите этот голос, мой голос, и эту музыку, то значит мы продолжаем проходить Broken Sword 2, Дымящееся Зеркало. Скорее всего, может быть сегодня будет финал, но не факт. А как я обещал в прошлый раз, мы прочитаем комикс, который связан с предысторией второй части «Почему похитили Николь Колару». Присаживайтесь поудобнее, ставьте чаёчек-кофеёчек. Я уже сделал себе чайку, потому что опять у нас халадина. Вот, что ещё? Ставьте лайки, не забывайте про колокольчики, чтобы не пропустить всё, что происходит на нашем YouTube-канале. Ну а мы, в принципе, приступим читать комикс, как я обещал. Так. Я могу поговорить с Николь Колар. Кто я, в смысле? А! Джордж Стобарт. Это ещё кто? Видимо, не воспитать. Андрей Лобино. О, как я не догадался. Так, умирает чей-то отец. Вот я точно не понял, отец Стобарта или отец Николь. Ну ладно. Скорее всего, отец Стобарта. Николь сейчас нет, она готовит репортаж. Что тебе нужно, Джордж? Я очень занят. Да, тот самый Андрей Лобино, этот, который в музее был с первой части. Николь спрашивала о моём отце. А, точно, значит, ты в отец. Я угадал. Скажи... Да, что ей сказать, Джордж? Скажи, что, похоже, я в Нью-Йорке не задержусь. А, ладно, я передам. Пип-пип. Я узнала, что в одном из пригородов Парижа гангстер по имени Корзак держал крупную партию наркоты. Ладно, проверяем груз. Скоро босс приедет. Он получал товар через подставную фирму, которая якобы перевозила предметы искусства. Красота, правда? Если бы я сорвал эту операцию, получился бы прекрасный репортаж. Бац! Начинка ещё лучше. Но мне нужны были доказательства. Они, короче, в статуэтках прятали наркоту. Главное скорость. Что за... Ха-ха. Опа-на. Парни, вам повезло, что я не из банды южных. Вас всех можно спокойно перестрелять, а вы и понять ничего не успеете. Ты кто такая, сестрёнка? Как меня зовут, не ваше дело. Я заместитель месье Корзака по поставкам. Ему надо посмотреть товар. Но говорят, колумбийцы решили его подставить, и он решил не появляться здесь лично. Эй, откуда нам знать, что ты не коп? Так легенда работает. Идиот, будь я копом, я конфисковала бы партию ещё вчера, когда Диауген вошёл в порт. Или когда вы забирали товар на восемнадцатом причале. Это я отнесу боссу на проверку. Спасибо. Оставайтесь здесь, ждите приказаний. Я сделала всё, что они никуда не делись. По крайней мере, до тех пор, пока я не проверю пакет и не позвоню инспектору Му. Ага, вот как. Таков был план. Но вдруг появился Корзак. Нужно было сматываться, чтобы не взорваться вместе с машиной. Я знала, что Корзак жестокий преступник. Босс, а вы быстро? Я вот только что отдал пакет вашей помощнице. Помощнице? Ты о ком? Но я не оценила его жестокость. Болван, у меня никаких нет помощников. Пах. И это был непростой пакет. Вы двое, верните его. Иначе будете следующими. Триш, 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 триш. Так. Мне повезло, что Корзак торопился. Он остался ключевой в машине. Смотри. Смотри. Вниз. Ба-ба. Ха. Пакет, который я взяла, был какой-то странный. Отъехав достаточно далеко, я разорвала бумаги и увидела, что там не наркота. Избавившись от машины, я мечтала только о горячей ванне и бокале вина. Мне нужно было подумать. Полиция подтверждает сообщение о стрельбе и взрывах в промышленной зоне на юге Парижа. Привет. Но мне не повезло. А ты еще здесь? Конечно, наслаждаюсь твоим новым телевизором. Надеюсь, насладиться твоим обществом. А, телек, спасибо, что подключил. Не за что, а что это у тебя, пока не знаю. Ясно одно, это очень ценная вещь. Ну да, 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 тот самый камень. Думаю, я опять могу тебе помочь. Это ритуальный камень Майя, классического периода, примерно восьмой век. Если хочешь знать больше, лучше спросить в университете, я могу найти специалиста. О, это было бы отлично. Можешь подержать камень у себя. Конечно, кстати, чуть не забыл. Это тебе, мне не нужно. О, это просто подарок красивой женщине. Ха, Андрей Лобино. Андрей, точнее. Нет, правда, не надо было это делать. Слушай, извини, я очень устал, спасибо за всё. Андрей, кто-нибудь звонил, пока меня не было? А, кстати, мы звонили, да, стопа. Нет. Ага, обманщик, блин. Никто. Пам-пам-пам-пам-пам. Наврал. Лобино. Вот такой маленький мини-комикс предыстория продолжения в игре. Окей. Так. Так, теперь мы можем использовать положить... Хм... Я свернул трусики и положил в коробку. Тикс. И теперь можно этим передать, да? Угарнём. Вот я нашёл немного этих бисквитов для шамана. Сейчас прикольнёмся. Я дам их ему. Давай, давай, Тарзан, ждём. Шаман словно помешался на этих трусах. Я не хотел оскорбить тебя. Нет. Он был разочарован, что они не подошли. Ха-ха-ха. Лол. Тикс. Чё ещё туда можно положить? Так, губную помаду. Губную помаду. Попробуем. Я положил помаду в пустую коробку. Давай, отдавай. Вот я нашёл немного этих бисквитов для шамана. Я дам их ему. Давай, давай, ждём. Шаман взял твой подарок. Он был доволен им. Угу. Могу и сейчас повидаться с ним. Ему это не понравится. Так, губнушку мы отдали. Теперь остаётся камень отдать. Я положил камень Майя в коробку. Давай. Вот я нашёл немного этих бисквитов для шамана. Я дам их ему. Давай, надеюсь, это всё будет чики-пуки. Шаман хочет поговорить с тобой. Я надеялся, что он будет. Было бы неплохо поговорить с этими парнями. Ну, окей. Угу. Конечно, та женщина не была причиной моего прихода в деревню. Да, я понял. Я не мог даже думать о том, чтобы украсть коллекцию камней из деревни. Я думал, там стрелка. Они что-то рисуют, что ли? Дети бегают. Давай. Привет, меня зовут Джордж Стобарт. Пожалуйста, садитесь. Добро пожаловать, Джордж. Благодарю. Было давно предсказано. Что белый человек принесёт камень каюты в эту деревню. Угу. Почему отец Хьюберт так отказывается посещать деревню? Я не знаю. Он часто приходил сюда, но теперь перестал. Вы думали, что он хотел провести некоторое время с его детьми? Угу. Вы говорили, у отца Хьюберта есть дети. Три девушки и пять мальчиков, по моим расчётам. Ведь было задумано на той же самой неделе при праздновании танца обезьян. Забавно. Мой друг укушенный змеёй. И вы хотите, чтобы я излечил её? Эта идея, и вы можете сделать это? Не уверен. Мои смолы не то, что они использовали, чтобы... Непонятно, да? Слушайте, моя девушка находится в коме. Пожалуйста, добрый человек, дайте мне корень. Какой корень? Отец Хьюберт рассказал мне о корне, который мог вылечить укус речной змеи. Так. С этими людьми связано что-то святое? Это был наш секрет, известный только членом моего племени. Если этот корень – возможность сохранения жизни никого, то он мне нужен. Быстро. Время ещё есть, Джордж Стобарт. Время, чтобы узнать, почему он здесь. Окей. Прекрасно. Если я выслушаю вашу историю, вы дадите мне корень? Пугарь отходит от своей норы далеко, но всегда возвращается. Слушайте, у меня много дел, так что не можете ли вы опустить загадки? Многие годы назад, когда мир был молодым, он был уничтожен. Прекрасно. 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 Прежде. Прекрасно. Кunte. Прекрасно. Но как они захватили Тец злого бога? Вот такая вот интересная история. Что случалось с камнями? Они были увезены испанцам в прибрежный город, который теперь называется Квараманта-Сити. Только один камень туда попал. Другие два захватили пират. Камень Ягуара был у английского капитана Эль-Драко. Камень Орла взял пират по имени Кетч. Третий камень, камень Койота, благополучно достиг Испании. Этот камень в вашем владении. Расскажите мне побольше о камне Ягуара. Много столетий назад в порт Квараманта зашел корабль, вооруженный испанскими цветами. Капитан, человек известный как Эль-Драко, послал солдат на веру. Только когда они захватили мэра, люди поняли, что это были английские пираты. Пока мэр был в плену, солдаты грабили город. Среди сокровищ, которые они захватили, был камень Ягуара. Где камень Ягуара теперь? Я предполагаю, что Эль-Драко увез его к себе на родину, на другой берег океана. В Англию. Расскажите мне побольше о камне Орла. Камень был погружен на галеон с многими другими ценностями, награбленными испанцами. Но вскоре, после выхода из гавани, ужасный шквал сильно повредил корабль. Корабль был захвачен кровожадным пиратом, капитаном Кетч. Кетч быстро подавил бунт команды, захватил сокровища и покинул испанский корабль. Ага, вот так. Где камень Орла теперь? Никто не знает наверняка. Кетч бросил свое пиратское занятие и купил остров в Карибском море. Что мне делать, когда я найду камни? Приведите их ко мне, и я научу вас. Камни должны быть вложены в центр пирамиды. Они должны быть там, чтобы закрыть вход для Тескотлипока, когда он возвратится в этот мир. Предположим, что я поверил в то, что в этой истории действительно что-то есть, кроме сказок. Предположим, что я проглотил наживку. Что затем? Потом ты понял бы, что судьба человечества теперь в твоих руках. Я получу что-нибудь, что может помочь мне сразиться с Тескотлипока. Что, например? Ну, волшебное оружие. Вернитесь к реальности, Джордж. Вы можете показать мне путь к пирамиде Тескотлипока? Только когда у вас будут все три камня. Ясно. Теперь я могу взять корень? Да, берите. Поторопитесь, если вы желаете сохранить жизнь девушек. Жужжащая птица поет о грядущей смерти. Вы снова говорите загадками. Слушайте, это ничего, если я останусь здесь. Я сомневаюсь, что смогу идти через джунгли в темноте. Вы приглашены, но, возможно, вам удастся поспать совсем немного. Сегодня ночь танцы обезьян. Чуть позже. Окей. Я покидал деревню на рассвете и тащился через джунгли в настроении оставшимся от вечеринки. Это было так, как будто я крался к дому своих родителей, когда был маленьким. За исключением Оукленда нет обезьян или попугайов. Так. Я не был уверен, что это было правильно. Конус был идеален, как временный контейнер. Окей. Так, пресс. Как только жидкость стекла с корня, она приобрела форму конуса. Забирай. Погнали внутрь. Смотрите, ребят, противоядие. Ну так чего же вы... Штёпки! Хайки, выкинушки быстрее! Да, пищи-то иногда жёстко вообще. Нико. Выпей это. О, Джордж, это ужасно. Глотай. Хе-хе-хе. Попробуй... Попробуй отдохнуть теперь, любимая. Нам понадобится вся ваша сила, когда мы пойдём за другими камнями. Другие камни? Какие другие камни? Куда ты теперь хочешь меня втянуть, Джордж Стобарт? Пациент уже больше похож на себя. Хе-хе. Нико recovered quickly from her fever. To save time, we decided to split up and look for each stone independently. He traced the pirate catch to a remote island in the Caribbean. With the fortune, he'd amassed from piracy, he'd retired to a place that was later called... Угу. Смотрим, погнали. Я только должен был украдкой посмотреть на его планы. Эй, убирайся оттуда! Вы знаете, всюду, куда не пойду, я слышу эти слова. Париж, Сирия, Ирландия или Испания, нет разницы. Что это ты делаешь? Я пробовал показать свою заинтересованность в вашем проекте. Хе-хе. Хе-хе. Дом, значит. Привет, это земляк Кэтча? Да, это точно. Джордж Стобарт моего названия. Вы землемер, право, господин. Бронсон. И, конечно, я топограф. А то на какой хрен мне теодолит. Я не знаю, хобби, возможно. Да, точно. Что привело тебя сюда? Я ищу древние реликвии майя. Что это, какое-то сокровище? Нет, это обсидан, черный камень, возможно, с мистической силой. Ты псих. Хе-хе. Посмотрите сюда, это статья о затмении солнца. Да ну. Слушай, я не хочу быть невежливым, но как-то само вырывается. Мне наплевать. Понятно. Что вы делаете с теодолитом? Рисую план старого дома. У меня есть прекрасные планы для этого места. О, да? Точно. Посмотри вокруг. Что ты видишь? Рай. А я вижу. Возможности. Это место готово для развития. Мне это просто нравится. Вот в чем разница между нами. Знаешь, Стобарт, я тот, кого бы ты назвал мечтатель. Я вижу прекрасное будущее этого места. И это все начнется здесь, с этого дома. Ясно. Как вы составляете план этого дома? Я прикрепил отражатель на один из флагштоков этого дома. Я смотрю на него с разных позиций через теодолит. Записываю углы к базовой линии и триангулирую их, чтобы получить точную позицию отражателя. Уловил? Почему конец флагштока? Разве не было бы лучше на углу или еще где-нибудь? Ты топограф? Нет, моя специальность юриспруденция. Тогда заткнись. Увидимся позже, Бронсон. Это был небольшой кораблик, требующий покраски, но чистый и ухоженный. Я не знал первого и самого главного о плавании на шлюпке. Ладно. Вы хотите купить рыбы? Я не люблю рыбу. Как вас зовут? Рио. Это значит река. А что насчет вас? Джордж это означает... Хорошо, это просто имя. Хм. Это правда, что капитан Кэтч живет где-то здесь? Правда. Это его дом на холме. Теперь это музей. Да, это как раз то, что мне нужно. Спасибо, детка. Вы не сможете войти. Старые леди закрыли все. Кто эти старые леди, которых вы упомянули? Мисс Фрост и мисс Мина Кэтч. Как случилось, что старые леди закрыли музей? Это из-за Бронсона. У него планы перестройки музея. Они пожалеют об этом. Этот тип жулик. Угу. Вы поможете мне получить те планы? Я не хочу и близко подходить к этому человеку. Он обещал утопить меня, когда нашел рыбу, которую я спрятал у него в спальном мешке. Угу. Сегодня не надо в школу? Нет, сэр. Что насчет вашего образования? Я могу ловить рыбу, ходить под парусом и плавать. Я заботился о семье с шести лет сам. Ты приобретаешь репутацию пляжного бездельника, не так ли? Знаете, здесь много конкурентов. Угу. Вы знаете что-нибудь о пиратских сокровищах? Это все сказки. На самом деле никаких пиратских сокровищ нет. Угу. Что вы знаете, капитане Кэтчи? Только то, что каждый здесь знает. Он был пиратом и повесился. Ясно. Так, пока пацан ничего нам не скажет, да? Ладно, ладно. Останется, наверное, подняться наверх, да? Угу. Лестница легко растягивалась. Я не мог достать до них. Так, ладно. Привет, меня зовут Джордж Стобарт. Добрый день, мистер Стобарт. Не хотите ли чаю? Нет, спасибо вам, я не люблю чай. Хм. Это ваш кошка? Да, моя. Это радость. Вам нравятся кошки, мистер Стобарт? Я люблю их. Они такие милые, с их когтями и маленькими сморщенными рожицами. Впрочем, не так ли? Не поощряй его, Мина. Угу. Я разговаривал с Рио, маленьким рыбаком. Я буду благодарна вам, если вы не будете упоминать этого маленького негодяя в моем присутствии. Грязный, маленький прыщ. Мерзкий рыбак. Достаточно, Мина. Я делаю вывод, что у тебя недостаточно времени для маленького мальчика. Этот ребенок преступник, мистер Стобарт. Да, хорошо, ему только где-то, может быть, одиннадцать. Подлец с рукой, испачканный в торте. А что вам не нравится в Рио, мисс Фрост? Да, однажды он и Эмили. Успокойся, Мина. Что ты можешь рассказать мне об Эмили? Эмили? А какое вам до нее дело? Ее родители погибли в тайфуне. Мы, как единственные живущие родственники, взяли под свою опеку воспитание ребенка. Хорошо знать, что милосердие еще не умерло. О, ее смыло за борт во время тайфуна. Мистер Стобарт не говорил о матери Эмили. Он просто съязвил. Хм, ясно. Что еще вы можете рассказать мне об Эмили? Как вы смеете совать нос в дела нашей семьи? Я отказываюсь отвечать на ваши наглые вопросы. Ты можешь что-нибудь мне рассказать о капитане Кэтче? Без сомнения, больше, чем вы можете рассказать мне о своем прапрапрадедушке. Вы его потомки? Конечно. Капитан Кэтч родился в английском городе Дорсити. В правлении короля Генри Восьмого. Его родители были небогатыми фермерами. Но молодой Фредерик решил выйти в море. У нас множество моряков в семье мистер Стобарт. Вы интересуетесь историей, мистер Стобарт? Да, конечно. Вы рассказывали мне о капитане Кэтче. Продолжайте. О, да. Он плавал с Холкинсом. Джим Холкинс? Джим Холкинс. Один из великих торговцев в милизавитинских времен. В 1568 году Фредерик Кэтч был молодым человеком, служившим на борту Иисуса, в главном корабле Холкинса. Они плавали от Англии до Африки и пересекали Атлантический океан до этих островов. Кэтч никогда больше не увидел берегов Англии. И непонятно, потому что... Почему Кэтч больше не вернулся домой? Потому что испанцы потопили Иисуса в акт измен. Ты сказал, что флот Холкинса вел торговлю между Африкой и Индией. Чем они торговали? Чернокожие. Без рубашек. Вы должны понять, мистер Стобарт, что это было в 16 веке. Это не меняет сути того, что Холкинс и Кэтч были работорговцами и пиратами. Тебя не удивит, если ты узнаешь, что Холкинс, к тому же, был искренне религиозным человеком. Он перевозил рабов на корабле, носящем имя Иисуса Христа? В моих глазах это делает его лицемером. Что произошло с Кэтчем? Его убили? О, нет. Он сбежал и вернулся на этот остров, в этот дом. Музей памяти Фредерика Кэтчи. Угу. Это правда, что Фредерик Кэтч был пиратом? Фредерик Кэтч решительно не был пиратом. Они его повесили, ты знаешь. Здесь, внизу, на пляже, перед его семьей. Ему не досаждали судебными разбирательствами, просто выкинули его из-за обеденного стола и заковали в кандалы. Угу. Хорошо, если он не был пиратом, за что его повесили. Зависть. Настоящая черная зависть. Он был успешным капером и накопил большое богатство. Богат. Как норка в загоне. Молчи, Нина. Хорошо, Фрус. Ускалобы генерал и его лакеи хотели его денег. Выдумали несколько смехотворных обвинений о нарушении условий его каперского свидетельства и повесили его, как обычного вора, мерзавца. Угу. Каперское свидетельство? Документ, который позволял ему топить и уничтожать врагов короны. Разница между законопослушным капером и пиратом. Эй! Извини, Фрус. Хорошо, но почему Кетч просто не сказал? Отдыхайте, парни, у меня пиратская лицензия. Фредерик Кетч не был пиратом, но он показал им свое каперское свидетельство. Но они уничтожили его, повесили Кетчи. Так. И чё, снова с этим говорить, что ли? Да блин! Опять я не попал в этого персонажа. Давай, иди сюда, чувак. Расскажите мне о двух старых леди. Кто? Сёстры Кетча? Один из них псих, а второй превратит тебя в камень, если ты не будешь осторожным. Скажи, у тебя были с ним неприятности? Мальчик-рыбак? Нет, он был очень вежлив. Ха-ха, он юный преступник. Я думаю, он сказал тебе, что я жулик. Сэр. Он нет, он хороший ребёнок, он бы никогда не сказал что-нибудь такое. Конечно, потонет маленький гадёныш. Сэр. Так. Я могу взглянуть на ваши планы? Ни за что. Что интересного ты-то в них нашёл? Я всегда имел сильное желание быть землемером. У тебя есть? Да, я имею в виду, вы землемеры просто любите большие исследования. Генри Навигатор, Васка де Гамма, Кристофер Колумб. Возможно, вы не управляете неотмеченными на карте морями или не открываете новые континенты, но вы просто молодцы в моей книге. Собачье дерьмо, даже не подходи к этим планам, слышал? Сэ. Увидимся позже, Бронсон. Чё, наверное, снова с пацаном? Гляди. Я не хотел сеть. Окей. Не нужна она тебе, так не нужна. Так. Расскажите мне о вашем друге Эмили. Почему вы так заинтересовались Эмили Кетч? Эмили Кетч? Потомок капитана Кетч, пират. Да. Это не беспокоит вас? Почему это должно меня беспокоить? Мы не несём ответственности за наших предков. Я думаю, что Бронсон пытается обмануть приятно хранимых старых глядер. Это немного несправедливо, не так ли? Ладно, он пытается надуть сумасшедших ядовитых старых глядер. Вы должны восхищаться его сообразительностью. Вы знаете что-нибудь о предстоящем затмении? Нет, но это объясняет, почему погода портится. Марио, это прекрасный день. Просто немного облаков на небе. Верьте мне, скоро будет совсем плохо. Так. Ну окей. У меня всё окей, кроме своих друзей. Да. Это было всё, о чём я хотел спросить сестёр. Серьёзно? Эй, там! Что вы делаете? Извините меня, дама, я просто собирался подняться по вашей лестнице. Я помогаю Бронсону. О, но ведь ты не такой, как он. Он очень вежлив, не так ли просто? И у него появляются ямочки, когда он смеётся. Дверь была закрыта. Дом закрыт. Как это? Его перестраивают. Ну конечно, это должно быть место поисков Бронсона. Наша цель подготовить музей к новому столетию. Музей памяти Фредерика Кепча. С неоном это выглядело бы мило. Музей для пиратов? Наступила гробовая тишина. Как я вам уже сказала, сэр, он не был пиратом. Это определённо тот вид мерзкого искажения фактов, который мистер Бронсон хочет изменить. О, сейчас? Мистер Бронсон милостливо согласился взять на себя перестройку музея по очень разумной цене. Он понимает важное значение истории. Забавно, это не то впечатление о Бронсоне, которое я, в общем-то, получил. Он также знает сферическую геометрию. Мина! Ну да. Послушайте, мэм, я проделал долгий путь, чтобы оказаться в этом месте. Если мы сделаем исключение для вас, все захотят войти. Вообще-то мне не пришлось продираться сквозь толпу. Вы второй посетитель за это утро. Нет, извините. Это невозможно. Да. Привет, киска. Хочешь поиграть? Эй, кошка, смотри за своими когтями. Вы действительно в восторге от этого кота, не так ли? Он наш компаньон и наше утешение. Я подумал о том, чтобы похитить маленького монстра, пока меня не впустили, но это было не в моем стиле. Может быть, был еще другой способ использовать их привязанность к коту, чтобы впустить меня в дом. Ладно, как раз момент для диверсии. Я подумал, что видел маленькую девочку внизу на пляже. Вы, должно быть, ошиблись. Он, должно быть, ошибся, не так ли, Фроз? Я уверен, что нет. Маленькая девочка и молодой рыбак. Что? Это невозможно. Что? Что они делали? Те вещи, которые все маленькие девочки и мальчики постигают в этом возрасте. Когда я была маленькой девочкой, мы обычно играли в молочницы и коров. Горе вам, если вы лжете, мистер Стобальд. Да поможет вам Бог. Скрипя древними корсетами, сестры величественно скрылись за горизонтом. Так. Так, коту удочку, по-моему, можно дать, да? Им можно было бы удобно волочить кошку, но у меня не было сердца, и без этого эти сестры уничтожили бы меня. Серьезно, куст мешал. Я не мог придумать, как забраться на дерево. Флагшток имел мишень на конце, и Бронсон мог использовать ее как контрольную точку. Возле дома стояло большое дерево, ветви которого сформировались в виде рогатки. Так. Вы видели, зачем пошли сестры? Да, они хотят вздернуть это рыбацкое отродье. Конечно. Я сказал им, где его найти. Штрейхбрекер так же хорош, как и ползунок. Хорошо. Но он куда-то исчез. Угу. То, что я ищу, похоже на камень. Почему ты надеешься найти это здесь? Потому что, когда камни были украдены в 17-м столетии... Погоди-ка. Камни потеряны 300 лет назад? Приблизительно. И ты надеешься найти его? Ты псих. И почему здесь? Мудрый старо-индейский шаман сказал мне, что у него было видение о камнях. Хм. Это круто. Слушай, меня ждет работа. Увидимся позже, Бронсон. Так. Ты позволишь мне взять рыбу, дитя? Вы сказали, что не любите рыбу. Это не для меня, это подарок. Для старых леди? Хорошо. Это шаг вперед после цветов и леденцов. Нет, это для их кошки. Ладно. Что я получу за это? Я могу заплатить вам. У меня есть доллары-кварамонты, французские франки и дорожные чеки. Вы, должно быть, шутите. Самый близкий банк за три острова отсюда. Вы дадите мне рыбу, если я вам дам эти, эти, рио, эти отвратительные, безвкусные нейлоновые трусики стоят рыбы? Нет, парень. Как случилось, что старые леди закрыли музей? Это из-за Бронсона. У него планы перестройки музея. О, я знаю все о планах господина Бронсона. Понятно. Это приманка рыбы? Мог быть хорошей приманкой. Как он умер? Я думаю, она утонула в текиле. Точно так же, как мой дядя Габриэль. Да, у меня будет это. Ладно, я поймаю вам рыбу. Хотя это может занять немного времени. Поднимаемся наверх. Это была старая блохастая самка. Это был здорово издерганный красный мячик. Это понятно. Да. Вы видели, зачем эти странные сестры ходят сюда? Видел ли я? Они выглядели более безумными, чем обычно. Так что я спрятался, пока они не ушли. Я? Они думали, что вы играли с Эмили. Мальчик, они были в пару. Эмили? Вы более безумны, чем они. Мне больше не о чем было спрашивать мальчика. Это был Рио. Я не собирался забираться в лодку, если ею не будет управлять Рио. Но? Неудача с рыбой? Не, нет клёва. Это потому, что они знают, что надвигается шторм. Шторм? Я так не думаю. Эй, у меня клюет. В самом деле? Большая, очень большая. Наматывайте, Рио. Это, наверное, кит или что-то вроде. Сам ржавый кит из тех, что я видел. Я всё ещё нуждаюсь в рыбе Рио. Ладно, попробую снова. Может, вы лучше смените приманку? Единственная пригодная к эксплуатации часть велосипеда была резиновая камера. Вы никогда не знаете, когда вам понадобится такая ерунда вроде этого? Ну, давай. А, стоп, он поймал, алё. Назад-назад-назад-назад. Так. Здесь рыба, парень. Я не могу положить её в карман, когда она так клещется. Нет проблем. Так, погнали. Так. Нам нужно снова наверх. Так-с. И как нам можно отвлечь кису? А, да, сначала нужно мячик. Я не мог достать до них. Давай. Я понял. Так. Нет, это неправильно. Окей. Окей, теперь рыбку. Я должен был это сделать из земли. Из земли. На земле, блин. Ой, эти забавные переводы. Старых игр. Ну, ладно. Так. Это должно заставить танцевать старую котяру. Я только надеялся, что она не заработает себе сердечный приступ. Я не хотел рисковать своей шкурой, суя свою руку между когтями этого дикого животного. Ну, поднимайся тогда. У меня не было флага при себе, так что флагшток должен был остаться пустым. Давай, киська, заслужила. Давай, киська, заслужила. Тикс. Я положил мячик в катапульту. Угу. Давай, попробуем попасть. Прицелился. Да. Прекрасный это был хороший удар. Но я сбил ты одолитовую мишень с конца флагштока. Что, черт побери, здесь происходит? В пару или в пару. Привет, Бронсон. Рад видеть вас. Так же. Опять ты. Это ты снял мой отражатель для теодолита? Где он? Мне придется вылезть в окно, чтобы повесить новый. Черт, мне придется все начать сначала. Не сейчас. Дом закрыт и сестер нет. Черт возьми. Придется прикрепить отражатель к другому флагштоку. Целое утро в кусту и потрачено. Я наведу тут порядок, а потом займусь тобой. Слышишь? Да, прекрасно. Я буду ждать. Так, пусть он занимается. Мы пойдем планы смотреть. Которые как раз нужно и... Подсмотреть. Я только должен был украдкой посмотреть на его планы. Давай, смотри. Ну? Эй, уходи оттуда, сейчас же. И не подходи. Ну, жопа тебе, чувак. Умирай лестницу нафиг. Что ты делаешь, Бронсон? Просто висишь? Я убью тебя, Стовард. Спусти меня. Что? Так ты можешь убить меня? Ну и дела. Вы меня разубедили в этом, Бронсон. Я чувствовал себя немного виноватым, оставив Бронсона там. Но немного, очевидно. Маркер был ярким солнечным предметом. А я питаю слабость к таким ярким солнечным предметам. Так. Впрочем, она не собиралась работать без Теодолита. Погнали. Отлично. Так. Вот теперь можно и чертежи глянуть. Если бы Бронсона не было на дороге, я бы мог взглянуть на планы. Рисунки инженеров мне говорили мало что. Но одна вещь была ясна. Эти планы были для пятого яруса. Две сотни комнат, роскошный пиратский отель. Другое пятно на покрывале. Теперь можно идти наверх. Вы там! Почему мистер Бронсон свисает с этого флагштока? Он забрался туда по собственной воле. Тогда помоги ему, ты идиот! Быстрее, пока он не упал! Смотрите план бабульки. Вот планы Бронсона. Ну, для меня это ничего не значит. Она не надела свои очки для чтения. А, подождите! Да, сейчас я вижу. Я вижу, все это слишком ясно. Этот человек хочет построить громадный отель. Бронсон-мошенник. Мина, нас одурачили. Я рада, что мы не подписали этот договор. О, я ненавижу мошенников, особенно пользующихся доверием. Пойдем, Мина. Мистер Бронсон, вы можете почувствовать себя персоной Нонграда. Да, да, пещера. Прошу вас освободить наш флагшток и покинуть наше владение сию же минуту. Распутать, выгнать. Эй, прекрати это. Ты, старый козел. Как вы смеете. Мина не сумасшедшая. Она просто обаятельная и эксцентричная. Да, как клоп. Ой! Я был бы вам очень благодарен, если бы вы смогли пропустить меня сейчас в музей. Конечно, молодой человек. Мы очень благодарны вам за то, что вы вывели этого подлеца на чистую воду. Мина, замок. Спасибо, леди. Стобарт, будь другом. Убери эти гарпи от меня. А в это время в Лондоне. Так, отлично. В моей сумке не было ничего полезного, только заколка для волос. И то хорошо. Текс. Бонжур, не могли бы вы помочь мне? Что смешного? Забудь. Да. Я помки. Походу. Такие вещи делает Джордж, не я. Это был камень, похожий по размеру и обработке на камень Койота. Тем не менее, на камне был рисунок Ягуара. Это был камень Апсидам с гравировкой Ягуара. Это был маленький, плоский, полированный Апсидам. Совсем не то, что мне нужно. Согласно надписи, это было таинственное зеркало, отданное сэром Франсисом Дрейком доктору Джону Ди. Ящик был закрыт. Так, поговорить со Смотрителем. Я могу помочь вам, мисс? Да. Что вы можете сообщить мне об этом камне с Ягуаром на нем? Так называемый камень Ягуара был возвращен из Америки сэром Франсисом Дрейком и предоставлен... Как вы уже знаете, более известным таинственным зеркалом Джону Ди. Что это такое, таинственное зеркало? Это небольшой квадрат от полированного Апсидана. Это майя. И что оно делает? Ну, это немного похоже на хрустальный шар. Только гладкое. И черное. И еще в нем ничего не видно. Старик Ди имел кореша, который считал, что может говорить с ангелами. Я думаю, он дурачил Джона Ди. Впрочем, старому сумасшедшему не нравился камень. Рассматривать его считалось запретным. Пойдемте, мисс. Я покажу вам зеркало. Я уже... О, не бери в голову. Вот. Знаменитое таинственное зеркало Джона Ди. Данное ему Фрэнсисом Дрейком. Вы не знаете, имеет ли это зеркало отношение к Тецкатлипоке? Кто? Тецкили? Тецкатли? Я не могу, Таша, выговорить это. А здесь есть человек, способный помочь вам лучше, чем я. А, этот, походу. У этой молодой леди есть некоторые вопросы, профессор. Я думаю, она из Франции. Профессор Олбер? А, что? Вы знаете друг друга, не так ли? Извините меня. Телефон. Да. Мы встретились снова. Мадемуазель, Франция? Да. Я полагаю, это место, где вы живете, профессор? У меня есть дом в предместе Парижа. Но я не был там уже несколько месяцев. Понятно. Я думала, вы собираетесь остаться в Кварамонте, чтобы увидеть затмение. Сначала дело. Важная партия экспонатов для британского музея. Но я собираюсь возвращаться в Кварамонте еще много раз. Профессор Олбер, ваше такси прибыло. Если вы извините меня, у меня есть небольшое срочное дело на причале. Вы не могли бы ответить мне на некоторые вопросы относительно Камня Ягуара? Конечно, мисс. Если бы вы прошли сюда... А Камень-то уже похитили. Он исчез. Какие-то машины, не посвистнили его. Свистнули? Украли, мисс. Забудьте, бесшумная сигнализация будет включена. Я сожалею, но никто не сможет уйти, пока наша охрана не доберется сюда. Сколько это займет времени? Наверное, будет задержка. Я думаю, что сейчас они пьют чай. Вор будет уже далеко к тому времени. Не волнуйтесь об этом, мисс. Только не уходите. Было слишком много совпадений. Как только появился Олбер, Камень исчез. У меня не было времени ждать, пока их команда охраны закончит свой чай. Я должна добраться до него. Так, надо брать ключ. Текст. Это не я украла Камень. Меня даже близко не было. И кто же, по-вашему, украл его? Семь. Это, наверное, были японские. Вы видели, что они трогали ящик? Не точно. Но они подозрительно смеялись. Все девушки хихикают. Особенно японские. Ха-ха, вот он приколист. Смотрите, вор оставил этот ключ в замке ящика. О, черт. Черт, 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 черт. Значит, вор был работником музея, правильно? О, черт. Другими словами, вором был профессор Олбер. Хорошо. Давайте предоставим полиции решать это. Я лучше позвонил бы им сразу же. Звони, чувак, звони. Алло. Я знала, что мне не о чем волноваться, если вызвана полиция. Да, я буду держаться. Но я должна догнать Олбера. И быстро. Ну давай, туда переходи. Николь. Так, подожди, кинжал. Так, ключ подойдет сюда. Ключ открыл ящик. Я опять закрыла ящик. Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Спасибо. Выставка скульптур Майя, привезенная из Мексики. А каково название корабля? Принцесса Ксибальба. Девушки отдыхают... Ясно. Я сомневалась, что девушки смогут мне помочь. Так, ну окей. Так, кинжал. Я открыла дверь с помощью кинжала. А в это время на пристале Кетча. Комната была декорирована под интерьер каюты парусного судна. Это было необыкновенно эффектно. Так, хорошо. Я сейчас подойду, ребят. Не прощаемся. Просто пауза сейчас. КОНЕЦ 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 Так, вот мы вернулись. Берем фонарь. Держа этот фонарь, я чувствовал себя кем-то библейским, как Иисус или, скажем, Флорес Найнтингейл. Ну, ложу туда. Фонарь, установленный так точно в чернилах, что это могло быть сделано только преднамеренно. Ага. Так, подожди. Возьми карту. Ладно, у меня в руках был исторический документ, и что теперь? Ложи на стол. Карта точно прилаженной к верхней части стола. Это могло бы быть полезным в щекотливых ситуациях. Понимаю. Так. Осмотрим штурвал. Все, вот тут осмотрим. Капитан Фредерик Кэтч. Капитан Фредерик Кэтч. Одна тысяча пятьсот семидесятый. На шее у него был крест. Возможно, он не был пиратом по духу. Портрет мог бы быть хорошим сувениром, но он был слишком тяжелый. Так, окей, бочку осмотрим. И потом кораблик. Я должен был подумать, прежде чем совать туда руку. Бабушка Стобарта имела не самый приятный подобный опыт. Корабль выглядел слишком хрупким. Погнали. Сюрприз! Что? Кто? Вы? Я Эмили. Что вы делали там, Эмили? Прячусь. А ты что здесь делаешь? Шутки взрослых. Взрослых? Я никогда не вырасту. Только не я. Тебе нельзя быть здесь. Как тебя зовут? Я Джордж. Приятно познакомиться, Джордж. Джордж. Джордж! Придумай что-нибудь. Почему вы не играете с Рио? Мне нельзя. Как это? Потому что тетя Фрост запретил мне выходить из дома. Вот почему, мистер любопытный. Слишком плохо. Мистер любопытный. Что ты можешь сказать мне о капитане Кэтче? Это он на картинке на стене. Да, я знаю. Парень со страшным взглядом. Он был мой пра-пра-пра-пра-пра-дедушка. Да, у тебя его глаза. Этот крест, который на тебе, Эмили? Это мой счастливый крест. Он такой же, как и у капитана Кэтча. Ага! Я могу взять это? Неа. Я могу поспорить, что ты не удержишь этот уголек во рту и полчаса. Смогу. Я могу держать его во рту долго-долго-долго. Да? Давай, докажи. Не хочу. А если попробуешь заставить, я скажу менее. Хочешь поиграть в дротики? Нет. Я буду бросать, ты ловить. Это опасно. Дротики могут воткнуться в меня, и у меня потечет кровь. Так. Вы знаете, как использовать теодолит? Мы не изучаем топографическую съемку в школе. До пятого класса. Так, с камень. Смотри, древний камень Майя. Это волшебный камень. Ладно, я об этом не знаю. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Почему ты не спрашиваешь свою другую тетю, если можешь играть с Рио? Тетя Мина – разиня. Так тетя Фрост сказала. Она говорит, что когда лорд потерял здравый смысл, тетя Мина получила второй подбородок. Этот Рио очень интеллектуальное дитя. Он помог мне перехитрить Бронсона. Рио умный. Он может так далеко плевать. Может, поторгуемся, Эмили? Щенка! Хорошо, но сейчас у меня в кармане нет ни одного щенка. Может, еще что-нибудь? Я не знаю. Так. Ясно. Теперь, походу, поговорить нужно с Рио. Так, нам нужно использовать перо на кошку. А ну-ка, давай. Им можно было бы удобно волочить кошку, но у меня не было сердца, и без этого эти сестры уничтожили бы меня. Так, подожди. А, перо! Подожди, я туплю. А ну-ка. Кошка быстро разобралась с пером, разорвав его на кучу маленьких кусочков. Стоп. А, ну все, отлично. Теперь с Рио поговорить. Погнали, че. Так, Рио. Что бы вы дали маленькой раздражительной девочке, которая спрашивает обо всем на свете? Попробуйте ракуну. Тонкие цвета, интересные формы. Когда прикладываешь ее к уху, то можно услышать шум моря. Да? Что это? Обычно. Потому что вы стоите рядом. Круто. Вы получили, что хотели? Да. Но я обещал это моей сестре. Она меня совсем замучила. Почему ваша сестра такая с вами? Ну, вчера вечером, когда я пришел домой с ужином, она стала дикой. Рио, говорила она. Как все, что ты когда-либо ловил, это вздутая рыба? Мне плохо от этой вздутой рыбы. Все, что я хочу, это тигровая рыба. И не возвращайся домой, пока не поймаешь ее, малыш. Я вообще не понимаю, как мне ловить тигровую рыбу. Все, что у меня есть, это удочка и червяк. Что вам нужно, чтобы захватить рыбу тигра? Это похоже на мечты богатых рыбаков. Так, перышко ему дать. Эй, это то, что вы должны заставить полететь. Спасибо. Будем надеяться, что тигровая рыба голодна. Сделка есть сделка. Вот раковина. Так, отлично. Теперь раковину отнести надо это. Эмили. Так, пока все нормально. От слова пока. Так, говорим с Эмили. Почему ты не играешь? Тетя Мина сказала, не влезай в неприятности. Это не значит, что вы должны стоять в дверях, не так ли? В прекрасный день такой, как сегодня? Надвигается шторм. А, у Орехи, вы не знаете это. А вот и знаю. Я все вижу в окно. Да ладно, я сказал, что занят. Вот у меня ракушка, не хотите? Не знаю. Тетя Фрост говорила, никогда не брать подарки от незнакомцев. Я не странный человек. Тогда почему тебя зовут Джоз, Джоз? Дурацкое имя. Ракушка, Мила, меняю на крест, да или нет? Ух. Верно, выходит из окна. Ладно, давай меня. Так. Сейчас посмотрим. Крест положим сюда. Крест Кетча, уютно пристроенный в подставке для пера. Что делаешь, Джоз? Я засунул крест в эту дырку в столе. Зачем? Импульс видения интуиция. Глупость. Только у женщин есть интуиция. Фонарь дает сильный свет над рабочим столом. Тени пересекаются между собой. И тень упала точно над маленьким безымянным островом, имеющим форму черепа. Это должно быть здесь. Остров сокровищ Кетча. О-о-о-о! Это остров зомби. Плохое место. Без шуток. Хорошо, плохое это место или нет, это мой следующий порт. А можно я тоже поеду? Да уж. Я никогда отсюда не выйду. Хе-хе. Так. Теперь говорит с этим. Опять с Рио. Погнали, че. Рио-де-Жанейро. В смысле? Вы возьмете меня на остров зомби? В такую погоду вы не в себе. Дождь заставит зомби сидеть за дверями. Хе-хе. Только скажите, что встречали зомби. Что вы будете делать? Там нет никаких зомби теперь. Это необитаемый остров. Хорошо. Что значит больше нет? Вы все еще хотите ехать? Я догадываюсь. Хорошо, что я не имел счастья увидеть тигра-рыбу. Когда моя сестра в таком настроении, безопаснее было бы с зомби. Хе-хе. Погнали. Ти-ты-ри-ты-ты. Вот так били-то лучшко. Так. Это был остров зомби. Так или иначе, я ожидал что-нибудь более зловещее. Рио, давайте искать сокровища. Нет, спасибо. Я остаюсь здесь. О, давай. Ты сам сказал, что здесь нет никаких зомби. Да, но я так говорил, когда между мной и островом были мили воды. Теперь все, что отделяет меня от острова, это моя лодка. Так что я останусь здесь. Так, окей. Это было слишком высоко, я не мог подняться туда. Это я понял. В принципе. Утес был крут, слишком крут, чтобы забраться на него без снаряжения. И я не мог ничего такого найти. Так, с Рио еще раз поговорим, да? Это Эмили задает много вопросов. Оставь это, парень. Вся эта тема об Эмили совсем не смешная. Погодите, мы, оказывается, говорим о разном. Это я насчет Эмили Кэтч. Да, и я. Она была моим другом. Ее тети ненавидели это. Но мы были вместе. Вот так. Она всегда хорошо играла в прятки. Я мог часами искать ее. Последний раз на это потребовалось несколько дней. Она, наверное, кричала до хрепоты, и никто ее не слышал. Где, собственно, она укрылась? Старый морской сундук капитана Кэтча. Его можно открыть только снаружи. Я себя не чувствовал так хорошо еще. Мы никогда не говорили по-другому об Эмили Кэтч. Так. Утес преградил мне путь на пляж. Лодка Рио была завалена рыболовными снастями. Окей. Давай. Могу я взять вашу сеть? Да, нет проблем. Кидай. Раз. Вы хотите поймать рыбу? Нет, я за большим камнем. Сейчас заберемся. Хорошо, я иду. Пожелай мне удачи, Рио. Удачи, Джордж. Берегитесь живых мертвецов. Время в Лондоне. В это время в Лондоне. Я спустилась вниз в темноту, и ступени казалось не кончатся никогда, но неожиданно я оказалась... Вау! В заброшенной лондонской станции метро. Это место, наверное, закрыто десятилетия назад. Бывает, чё. Так, заколку можно, наверное, использовать на отсеке, да? Лоток был пуст. Так, подожди. Это был кинжал-апсидан, который я взяла в музее. Когда всё это закончится, я обязательно верну его. Подожди. А, монетоприёмник, что ли, туда? Лезвие было слишком толсто. Это я понял. Тогда, значит... Я протолкнула заколку в щель, и то, что там было, исчезло в автомате. Я вытащила старый английский пенни. Лоток был пуст. Там, когда я где? Древняя плитка шоколада была выброшена в лоток в нижней части автомата. И как специальный приз пенни вывалился в возвратный карман. Я вытащила старый английский пенни. Я взяла древнюю плитку шоколада. Отлично. Так, подожди. Так, нам призраку надо... ...дать шоколад. Чтобы получить пасхалку. Очевидно, призрак не хочет разговаривать. Может, это от скромности? Так, в смысле? Кто ты, черт возьми, такой? Джоуи? Это ты? О, я помню тебя. Эй, слушай, не подходи к этой дыре. Никто не говорит постеру, что делать, леди. Я не понимаю. Я уже играла в эту игру раньше. Было что-то... ...ужасное в этой норе. Что-то живое с щупальцами. Ты псих. Они больше не делают таких анимаций. Отсылка. Вот такой вот прикол. Похоже, этот автомат продал свой последний билет очень давно. Так, весы. Автомат не будет взвешивать меня бесплатно. Я бросила пенни в щель, игла дернулась пару раз, и автомат выкинул карточку. Понятненько. Лезвие кинжала впритык вошло между дверью и мягкой деревянной рамой. Дверь немножко поддалась, но потом замерла. Так, она билетом. Я вспомнила студенческие годы, когда я регулярно забывала ключи от дома. Я просунула карточку в щель между дверкой и коробкой, и замок открылся. Судя по дате, постер был намного старше меня. Окей, я еще хочу тут рассмотреть постер. Так. Это могло бы быть неплохим сувениром, если бы не было грязным и рваным. О, этот поезд. Так, нажимаем кнопку. Отлично. Поезд был моим выходом отсюда. В мухах безбилетной езды я добралась до доков. Су-у-у. Угу. Так, верхний вход. Декс. так это верхний будет вход похода что на а возьми себя в руки стопа была только птица забавно забавно так конец тростника был аккуратно откушен теперь я знал что то что живет там длиннозубое рычащее пушистое и дикое существо бывает что спокойный парень это просто обезьяна так так теперь нам нижнюю часть да похода что да так так здесь можно сохранится а так 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 извини дружище сейчас будем дротик уютно устроившийся в тростнике здорово я был опасен но нуor давай бедный кабанчик извини и россия Иглотерапию кабанчику сделали, короче. Так. Ну. Вот и лианка. Растение оторвалось от камня, когда я потянул за него. Казалось, растение не выдержит мой вес. Так, подожди. Хе-хе. Это плохо. Я должен был быть пойман радиоактивным пауком, прежде чем смог бы забраться туда. Хм. Шутник. Стобард. Маркер хорошо укрепился в сети. Хорошо. Использи. Здорово. Я создал новый вид ползунков. Маркер плюс рыболовная сеть. Иногда я ужасаю себя своим творческим гением. Хе-хе. Погнали. Давай. Я установил маркер на вершине камня. Просто стоило немного пораскинуть мозгами, вот и все. Отлично. Вернемся на ту штуку-дрюку. О, мы вернулись. Стоп. Угу. 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 Так, подожди. Заходим обратно сюда. Блин. Такс. Верхний правый. Надеюсь, что правильно все сделаем. Средний левый. Нижний левый. Так, нижний левый, да, потом? Угу. Средний правый. Угу. Угу. Средний правый. Средний правый. Да, подожди. Это вот это значит, да? Угу. Вроде да. Что? Спокойный парень, это просто обезьяна. Так, и опять средний правый, да? Окей. Давай. Отлично. У нас получилось. Так. Инициалы, вырезанные в камне, читаются ФК. Фредерик Кэтч был здесь. Угу. Подожди. Подожди. Ставим Теодолит. Смотрим в него. Холм, на котором я был, напомнил мне о горбе верблюда, когда я поднялся на него. Теперь я мог все видеть. Да. Нет. Угу. Нет. Угу. А, вот, по-моему, где-то здесь, да? Здесь была огромная пещера, каждый турист за последние 300 лет мог побывать в ней. Уродливая маленькая пещера, я бы не стал там прятать сокровища. Подожди. Да, блин, я думал, это вниз. Да, ё-па-ра-сетэ. Здесь, что ли? Это была хорошая пещера, для того, чтобы спрятать в ней сокровища. Это была хорошая пещера. Нет, не здесь. Окей, а где тогда? Стоп, что? Игла камня, глаз иглы? И что? Подожди, если не здесь, то где? О, подожди. Это был маркер, который я положил на верхушку камня. И? Это был маркер, который я положил на верхушку камня. Я видел маркер, который я оставил на камне в лесу. Правее, это должно быть то место, где Кэтч спрятал сокровища. Отлично. Погнали, чё. Походу, нашли. Теперь мы играем, значит, за Ника, да? Такс. Я думаю, у меня нет времени влезть на лестницу до появления охранника. Вот так. пробуем тогда дальше ждем пока он пройдет блин быстрей бам-бам-бам-бам да в смысле загрузи меня оттуда где я это ну зашибись успела блин мадам ну давай быстрей давай охранник заметит если я подвину швабру не ну ты дура нет да что за фигня да да давай да то понятно теперь lama оочи то творишь блин нико это блин лезь ну какого хрена на что-то такая тупая ну реально тупая Субтитры сделал DimaTorzok Какого хера? Ты тупая дура! Я в шоке! Не пойму, ждать теперь или чё? Мне ж первый раз, блин, получилось Блин, наконец-то! Дошло до неё, что нужно на лестницу забраться Давай! Попался! Смотрим Но женщина Колорда была там Они поймут, что это был я Но у вас есть камень? Тот камень Вы уверены? Да, конечно Это камень Ягуара, тут нет ошибки Вот он Корзак? Пожалуйста Полиция скоро будет меня искать Вы собираетесь вывезти меня из страны? Прекратите ныть, Оубе У вас есть какие-нибудь идеи, что этот камень символизирует? Я думал, что он вам нужен, чтобы пугать аборигенов Дурак Я хочу бросить этот камень в море Но почему? Он же уникален Точно! Когда он исчезнет? План жрецов Мая помешать Тецкатлипоке не удастся Уверяю вас, Тецкатлипоке не более чем мифическая фигура Как же вы узколобы Тецкатлипоке реален Я видел его в моих снах Мы разговаривали о его планах насчет мира Мы разговаривали насчет вашей части в этих планах Моего вклада? Он сказал мне, что вы будете полезны Он рассказал мне, как сокрушить Ваш дух Приучив вас к наркотикам Моя жена умерла Она была для меня всем Она была моим миром Но теперь вы бесполезны Она произнесла ваше имя, когда умирала Что? Что вы говорите? Они думали, что вы убили ее Это все это воскрешенно Вы? Это были вы? Ты мразь Ты монстр Ради любви к богу, корзак Которого? Так, ну да На всякий случай сохранится, мало ли Я не могла обирать его, не убедившись, что он действительно был мертв Не было никаких следов жизни, но я поверила Действительно ли Оу-Биэр больше не нуждался в помощи А, в смысле? Нам нужен был камень, чтобы разобраться с корзаком Я знала, что Оу-Биэр одобрил бы Это был джагуар стон, все хорошо Так Давай Давай И теперь за Джорджа. Кто, черт возьми, вот такой? О, я могу все объяснить. Не беспокойтесь. Фильм снимают. Пираты Каримского моря, блин, новая часть. Жаль, я не знал, что вы снимали фильм. Так кто вы? Стобарт, Джордж Стобарт. 2Б и 2Т. Ладно, господин Хаукс. Он не был в кадре. Хаукс? Это должно быть Карлтон Хаукс. Я читал о нем. Почтальон неплохо соображает. Да, неплохо, когда можно стать директором, имея на вооружении только лишь знание о почтовых расходах. Уйди с дороги, умник. Я потом с тобой поговорю. Умник? Так. Булочка была такой твердой, что была похожа на небольшой камень. Мне не нужны были еще блинчики в моей сумке. Я увидел много странных вещей на этом острове, но здесь были кусты, которые жужжали. Привет, я Джордж Стобарт. Меня зовут Харрис, но люди зовут меня Флэш. Вы оператор, правильно? Верно. Почему не называют вас Вспышка? Вы были фотографом? Нет. Я решил не развивать эту тему. Мне не о чем было больше спрашивать оператора. Вы знаете, как местные жители называют это место, не так ли? Нет, но я думаю, что вы собираетесь сказать мне. Остров Зомби. Зомби? В его глазах появился дьявольский огонек. Дайте мне сценаристов, дайте мне гримеров. Я хочу, чтобы в фильме были пираты-зомби. Сегодня же. Кто главная героиня? Разве вы не узнаете ее? Это Шерон Ковалевская. О, верно. Я никогда не слышал о ней. Так, ребят, сейчас я подойду. Тоже пауза сейчас. Как называется фильм? Вы пытаетесь быть забавными? Нет. Это Остров Сокровищ. Единственная книга, которую я читал дважды. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Девушек в остров сокровищ. Людям нравятся такие вещи. Какие еще изменения вы сделали? Только несколько небольших изменений. Вы не убрали Джона Сильвера? Вы сомневаетесь в моих способностях сценариста? Конечно, Сильвер еще там. Вы даже оставили капитана Флинта. Его попугай. Его обученный охотничий сокол. Почему вы думаете, слепой пью? Слепой. Вы говорили, что изменили окончание истории. Правильно. Они находят сокровища? Да, но это происходит позже, после того, как они бегут от извержения вулкана. Вулкан? Точно. Крокотойя. На фильм потрачены миллионы, и никто не собирается покупать Атлас. Ага. Кто играет Джима Хаукинса? Хуйки Маккевен. Не говорите мне, что вы никогда о нем не слышали. Я редко хожу в кино. Хуйки, самая популярная молодая звезда в Голливуде. Именно поэтому у нас такое плотное расписание. Надо закончить фильм, пока он еще не подрос. Ясно. Это был человек среднего возраста с лицом, покрытым оспинами. Ну, попробуем с этим поговорить. Эй, там, я Джордж Стобарт. А, а, да. Хуйки Маккевен. Вы играете Джима Хаукинса, правильно? Джимбо. Мистер Хаукс изменил это имя. Димбо Хаукинс, правильно. Не хотите ли булочку? Нет, мужик. Мне не все равно, что я ем. Да, никогда не ешьте ничего, что более умно, чем вы сами. Я не могу делать миллионы долларов. И у меня нет тысяч молодых поклонниц, вожделеющих мое тело. Но у меня есть кое-что, чего нет у тебя. Этот маленький уголечек. Мужик, ты странно действуешь на меня. Тебя на самом деле зовут Хуйки? Ну да. Эта идея моей мамаши устраивает. Когда я родился, я был такой маленький и так прекрасно сложен, что это напомнило моей матери японскую поэму. Я думаю, могло быть и хуже. Она могла назвать тебя Лемерик. Это мое среднее имя. Ха. Ты всегда хотел быть актером. Я не думаю о том, как я играю, мужик. Не ты один. Больше похоже на то, что я голос поколения. То, что я говорю, я говорю ребятам с улицы. Что именно? Я дерьмо, я иду в никуда? Ха. Что же ты говоришь, мужик? Стобарт, выйди из кадра. Все по местам. Я получу карту триггера и объясню тебе это позже, Хуйки. Хуйки, малыш. Ты готов? Ладно, мужик, какая это сцена? Тебя захватила сообщница Сильвера, пират Бабс. А потом влюбилась в тебя. Этот скрежет, который вы можете слышать, означает, что Роберт Луи Стивенсон поворачивается в своей могиле. Так, народ, сначала 76-й страницы, Шерон. Как тебе моя речь? Сократили. Все готовы? Ускоряйся. Тихо на площадке. Ладно, начнем творить волшебство. О, пожалуйста. И... Камера. Почему ты никак не забудешь, Камера? Неужели ты не виноват, что мы созданы друг для друга? Я знаю, но Сквайр Треллани спас мою жизнь, капитан Бабс. Почему? Если это не для него, этот гигантский осьминог сделал бы лепешку из меня. Но сейчас он думает, что ты предатель. Он запер тебя за чистоколом, Джимбо. Эта двадцатифутовая стена с шипами должна была защитить Ульей Сильвера. Но она не способна остановить меня. О, Джимбо. И... Стоп! Хорошо дышала, Шерон. Ха. Я профессионал. Ха. Ты снял, как она дышала, Флэш? Да разве я когда-нибудь... Мы должны бы сделать это в СД. Хуйки, ты был великолепен. Следующий дубль с каскадером, так что поешь пока. Ага. Саваш, на площадку, черт возьми! Так. Когда я подошел к кусту, он начал сердито жужжать. Сейчас я знал, почему кусты жужжали. Шершни. Так. Эй, там я Джордж Стобарт. Привет, красавчик. Ты милашка. Я хочу, чтобы ты играл главную роль вместо этого ребенка. Я не могу играть, мэм. Бьюсь в заклад, ты умеешь целоваться? Я не могу поверить, что разговаривал с настоящей звездой. Что ты об этом думаешь? Ого, они ужасны. Ты даже не подозреваешь, насколько ты поднялся в моих глазах? Ха. Что это такое? Ты делишь свет прожекторов с актером, который годится тебе в сыновья? Что ты имеешь в виду? Какую роль ты играешь? Пират Бабс, безжалостная и страстная леди-пират. Это большая роль. Я много целую, сидеру задницы. Нравятся ботинки? Сын. Что ты думаешь о том, как Хаукс трактует Остров Сокровищ? Все нормально, я полагаю. Я никогда не видела оригинала. Это книга, одна из моих любимых. Правда? Уже написан роман? Ха. Так. Подожди. Так, теперь с этим поговорить. Привет, Джордж Стобарт. Привет, друг. Вы англичанин, верно? Вы немного пропустили. Берд Саваш. Ага. Как долго вы в кинобизнесе? Филиппинские годы, друг. Абсолютно филиппинские. До этого я служил в армии. Я подумал, ты рискуешь сломать себе шею каждый день, так почему же не заработать на это? Классно. И так вы стали каскадером? Ха. Конечно, нет. Сначала нужно было пройти подготовку. Ага. Вы когда-либо встречали Бертрана у Убиера? Встречался? Нет. Хотя видел его разок. Ему не нравились фильмы, в которых она снималась. Вы когда-либо работали с Кэрол Клеймах? Грязный кролик? Я скажу. Филиппинская принцесса, друг. Я слышал, что она была очень красива. Знаешь, она была той еще штучкой. Закажет то, потребует это. Как обучают каскадеров? Сначала они сказали мне стоять на дороге, а потом переехали меня. Прямо. Ехали на меня в машине. Я не мог в это поверить. Я был уже под машиной, когда понял, что они не остановятся. Потом они немного подержали меня в подвале и дали сертификат. Ха-ха. Каскадера, блин. Вы думаете, что Оубьер убил свою жену? Я бы не удивился, если бы это был он. Знаешь, было полно народу, кто хотел пришить ее. Я думал, что общественность любила ее. Да. Но те, кто знал ее, видели другую сторону. Ага. Так, пчелы, булочка. Пожалуйста, не хотите ли блинов, Берт? Не возражаете? Кленовый сироп с блинчиков залил весь подбородок Берта. Ой! Ты налил много сиропа на этот блин. И теперь я весь испачкался. Так, подожди. А, все, понял. Подожди-ка. Эти шаршни были недовольны. Включай камеру. Это может быть неплохо. А-а-а! Отрежьте и отпечатайте. Это было блестяще. А-а-а. Хорошо. Следующая сцена внизу на пляже. Это где Хокинс находит сокровище в пещере крабов. Они не могут быть случайно гигантскими крабами-убийцами. Гигантские крабы-убийцы. Ха-а, лол. Вот это где камень, который я видел с горба верблюда. Теперь, когда я был близко, я мог осмотреть малую пещеру рядом с вершиной скалы. Эй, вы, у нас тут проблема. Кто? Я? Я хочу, чтобы вы стояли правее, чтобы я мог вас видеть. Я не один из ваших лакеев, Хаукс. Я иду куда хочу. Только не здесь. Кинематографическая компания надолго арендовала этот остров. Вы нарушаете границу. Делайте, что вам говорят, или убирайтесь. Хитрый мужик. Хитрый. Так. Ага. Вы не выглядите счастливым. Почему я должен быть счастлив? Посмотрите на эту пещеру. Предполагается, что там сокровище. И что? Посмотрите на нее. Она загажена. Это похоже на место, где можно спрятать сокровище. У меня нет возможности сделать нормальную пещеру. Кинематографическую пещеру. Что значит кинематографическую? Драматическую. Опасную. Она выглядит, как пасть здорового каменного черепа. Но я могу примириться и с опасностью. Почему вы не используете ту пещеру в конце пляжа? У нас больше нет каскадера. Эй, я буду каскадером. Я оценю ваше предложение. Но если вы упадете, вы предъявите нам иск. Нет, я не буду. Все слышали это? Я слышал это. Прекрасно. Значит, договорились. Опыт есть? Отчаянные кулачные поединки, взрывы, прыжки. Так, народ, идем. Мы снимаем сцену в конце пляжа. Нет, мы нет. Камера увязла в песке. Я забыл об этом. Нет, Стобарт, мы должны использовать эту пещеру в конце концов. Что-то, ребята, подождите. Что-то, подойдут. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну погнали дальше смотреть. Я говорил с господином Саважем, каскадером. Он в порядке? Почему вы спрашиваете? Он ужасно твердолобый. Парень англичанин. Грузовик, на котором была камера, утонул во влажном песке. Это была переносная кинокамера. Больше мне спрашивать его было не о чем. Вспышка? Да. Мы не можем снимать на камни, потому что камера завязла в песке, верно? Все твое. Так почему мы не можем использовать переносную камеру? Вы знаете, это довольно интеллектуальная идея. Я говорил с оператором. Он получил переносную камеру. И что? Так что вы можете использовать пещеру в конце пляжа. Это точно драматическая пещера, если я когда-либо видел такие. У нас нет стабилизаторов. У ДВ Гриффитс были стабилизаторы, когда он делал рождение нации? Вы правы, черт возьми. Хичкок Уэллс. Ни один из них не нуждался в этом. Для громкого крика снаружи Сэм Райми применял доску. Эй, дайте мне доску. Мы будем раскачивать ее. Здорово. Мы сделаем отличный пиратский фильм. Джош, идите в палатку с одеждой. Мы сделаем вас звездой. Моим способом. Погнали, черт. Готово. Ждем вас, господин Хаус. Смотрим. А вот и сундук. Это была стабилизатор, которая получила из Спаницы. Стабилизатор. Стабилизатор. Я возвратилась к Варамонте и нашла сообщение от Джорджа у Кончиты. Он уже уехал в индейскую деревню, так что я поторопилась догнать его. Когда я прибыла, там было полное опустошение. Это солнечные очки Джорджа. Джордж, где ты? Читипоков. Почти рада видеть тебя. Ты маленький мерзавец. Что здесь случилось? Это ваших рук дело? А где Джордж? Ты видел его? Ага. Он показывал на остатки сгоревшей хижины. Так. Поговорить. Это очки Джорджа, правильно? Он был здесь? Джордж! Где он теперь? Что это? Это выглядит наподобие камня, который мы привезли из Парижа. Но это другой. Да. На нем вырезан орел. Все ясно. Джордж, должно быть, нашел этот камень в Карибском море. И спрятал камень, когда деревня была атакована людьми корзаком. Я молилась, чтобы Джордж был жив. Где Джордж? Джордж был здесь, да? Он показывал на тлеющие остатки хижины. Бочка была слишком тяжела, чтобы передвигать ее. Мне не о чем было спрашивать его. Он был слишком горячий, чтобы поднять его. Мне не о чем было спрашивать его. У меня не хватало сил, чтобы опрокинуть эту бочку. Вода охладила бы камень. Логично. Эй, болван, сделай что-нибудь полезное. Помоги мне с бочкой. Спасибо. Отлично. Я узнаю его. Это камень койота. У меня были камни койота и ягуара, а у тетипока камень орла. По словам шамана, это все, что нам нужно для борьбы с тетской эпохой. Жалко, что не было возможности договориться с корзаком. Что это? Куда ты показываешь? На выходку, Даша. Ага. Мы приехали, чтобы найти Жорж, который был подъемлен на стены. Мы, очевидно, не были слишком много времени. Так, веревку мы можем взять или... Конструкция лифта возвышалась до верхушки пирамиды. Ага. Так, кинжал. Так, ну что? А, крышка... Топливного бака. Да блин, подожди. Откро... Замечательно. Эй, синьорита! Слишком поздно, меня заметили. Бонжур, капитан. Ха-ха! Просто сержант! Что вы здесь делаете? Снуглс сказал, что я могла бы прийти сюда с ним. Снуглс? О, я хотела сказать, генерал, мы... Друзья, я могу взобраться на пирамиду? А, у нас есть строгие инструкции, чтобы никого не пропускать. О, но я же сказала вам, кто я. Несомненно, никто не стал бы возражать. Хорошо. Ну, пожалуйста, я буду очень благодарна. Я сказал вам, что... Я скажу вам, что... Я спрошу Пабло, можно ли вам подняться. Ладно? Если Пабло увидит меня, я труп. Э, нет. Не стоит беспокоиться. Мне очень-то и хотелось слезть на эту дурацкую пирамиду. Хорошо. Во всяком случае, там работают мужчины. Я просто поброшу вокруг, хорошо? Хорошо. Я не хотела испытывать судьбу разговаривания с охранниками еще раз? Так. А, вот он. Стоп, 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 стоп. Я... Я понял. Так, отлично. Угу. 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 Так. Титипок, у меня есть важная работа для тебя. Протяни этот канат на вершину. И перебросил это через крышу. Вау. Давай, делай. Тарзанчик. Да, он привык, в принципе, так лазить. Угу. Угу. Так, проверяем. Кнопка, кажется, ничего не делает Так, подожди А, налить надо, по-моему, этого В цилиндр, да? Блин, я и забыл Так, подожди Мотор затрещал от натуги Отлично Теперь говорить с этим чуваком Титипока Когда я скажу тебе, я хочу, чтобы ты повторил то, что я сделаю Копай Погнали Погнали Отличная лифта возвышалась до верхушки пирамиды Давай Хорошо, давай Джордж! Я поняла, что эти ублюдки хотят принести Джорджа в жертву Тецкотлипоки только через мой труп Слава Богу, Джордж был единственным заметившим меня Ну где же они? Затмение почти началось Спокойно Твоя мать скоро будет здесь, и Корзак тоже не заставит себя ждать Главное, держи Янки под прицелом Об остальном позаботятся другие Да, Рауль Эти маньяки хотят принести Джорджа в жертву Заткнись, Стопор, просто заткнись Успокойся, он связан Эй, Рауль Почему бы тебе не помочь нам обоим и не пристрелить Пабло? Очень смешно, Стопорт Я еще не забыл, Марсель Когда Корзак вырежет твое сердце, я буду смеяться Я держу пари, что я не единственный, кого здесь зарежут, а, Рауль? Я предупреждаю тебя Рауль был как клубок нервов, я надеюсь, Джордж не доведет его? Ха Валим Так, подожди Патронтаж Так Сейчас устроим маленький спектакль Подожди Титипока, у тебя еще есть та маленькая пушка, которую ты так забавно на меня наставил? Что происходит там? Вам нужна моя помощь, мой дорогой? Все нормально, я просто уронила окурок Все под контролем Я потушу огонь через пару минут Ииии, патронтаж Погнали Что? Что происходит? проблемы. Бросьте, пирамида окружена. Я выясню, в чем проблема. Смотри, чтобы Стоппорт не выкинул какой-нибудь трюк. Если он это сделает, выяснили ему в голову, только не в сердце. Какая разница? Он все равно будет мертв. Его сердце принадлежит Тет Скотлипоке. Это неправда, мы просто пообедали пару раз. Так. Можно сохраниться. Брось пистолет, или я выстрелю. Пожалуйста, не убивайте меня! Не наделай в штаны, мой палец не заряжен. Неко, что ты здесь делаешь? Сначала я собираюсь освободить Джорджа, а затем я разрушу планы Корзака. Нет, я не могу позволить вам сделать это. Корзак обещал мне власть. Рауль, проснись! Все, что может предложить Корзак, это смерть. Спроси Оубиера, но ты не смог бы. Корзак убил его. Ты лжешь. Оубиер в Европе. Конечно, в Европе. В Лондоне, в морге, с двумя пулями в груди. Но Корзак обещал, когда мы освободим Тет Скотлипоку, нам всем гарантирована власть. Слушайте ее, Рауль. Корзак психически болен. Я? Я не знаю. Мне нужно подумать. До сих пор за тебя думала твоя мать. Теперь ты должен подумать сам. Твоя мать и Корзак думают одинаково. Им наплевать на тебя. Мама никогда не предала бы меня. Ой, я устала уговаривать тебя. Тетипока? Смотри за этим человеком. Если он шевельнется, пристрели его своим сталином. Шутники. Не двигайся, Джордж. Я не хотела бы тебя случайно убить. Вы понятия не имеете, как я рад вас видеть. Они хотели вырезать твое сердце. Догадаться нетрудно. Обниматься будем потом. Нам надо двигаться. Пошли. Мы спасены. Это тупик. Тосты. Я знаю, Тетипока. Я тоже здесь не слишком счастлив. Он знал, что это пирамида Тетс-Котлипоки. Дом врага. Хорошо. Мы не можем оставаться здесь, как крысы в ловушке. И мы не можем вернуться так же, как пришли. Это было бы самоубийство. Я огляжусь. Может, тут есть другой выход? Тем временем... Возьми это. Это камень Койота. Это принесет тебе удачу. Надеюсь. Вы сумели забрать камни из деревни? Тогда у нас должен быть шанс. Кстати, как поступил бы Тетипока, если бы Грассиэнто что-то сделал? Тетипока? Ничего. Он не хочет насилия. Так. Пирамида. Вход. Ух. Рычаг дался с трудом. И к тому же это ничего не дало. Ага. Взяли! Опять ничего. Джордж! Да? Давай, Грасси. Джордж, я не могу дернуть оба рычага одновременно. Мне нужна твоя помощь. Ладно, я за. Здесь произошло что-то подозрительное. Жертвы? Где он? Нико была здесь с Тетипоку. Они освободили его. Я не смог остановить их. Ты идиот! Тебя нужно было удушить при рождении. Тетипоку ушел тихо. Он бы не поранил тебя. Я знаю. Затмение уже почти началось. А у нас нет жертвы, чтобы умилостивить Тетскатлипоку. Ты даже представить не можешь, сколько будет нам стоить твой провал. Я так полагаю. И я счастлив. Что? Майи не были дураками. Тетскатлипока останется именно там, где они спрятали его. В конце концов, набери силы воли, а? Страх это самое последнее дело. Я бы лучше умер, чтобы не видеть тебя и корзака с этой дьявольской силой. Отлично. Нам осталось еще немного до жертвоприношения. Смотри, начинается солнечное затмение. Пабло, убей его! Тетскатлипока сможет насытиться его поганым сердцем. Нико была права все это время. Но еще не слишком поздно. Давай, Пабло, еще посмотрим, кто жертва. Что это за место? Я была в какой-то странной комнате. Плиты и диски. Жрецы, которые все здесь делали, должно быть, знали, как использовать их. Мне придется выяснять это само, если я хочу выбраться отсюда. Так, ну да. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И все. Она всего лишь сисяки свои показала, и вот выход. Женские чары. Так, я думал, это то, знаете, это истинная любовь. Во всяком случае, я должен уехать на несколько недель, и когда я вернусь, что я найду? Вот дьявол из кем? Лабинао. Мурашки по коже. Да, это именно, что я и думал. Так. О, Хек, выглядит как мертвяк Титипока. Есть идеи. Я надеялся на что-нибудь более конструктивное. Не берите в голову, я пока осмотрюсь. Окей. Так, а показываем Титипока факел. Погоди, я должен зажечь этот факел. Вы можете сделать что-нибудь дельное из пары палок или кремня, или... или новую зажигалку, поскольку это закончилось. Так, а дальше? Ну, не оставалось ничего другого, как потянуть за рычаг. Ничего не произошло, я ненавижу это. Разве вы не ненавидите это? Титипока? О, мой. У-а-а-а! Здорово, я понятия не имел, где я был, где остальные, а время шло. Однако, я пока не умер, так что не все так плохо. Так. Согласен. Согласен. Девушки отдыхают. Согласен. Согласен. У-а-а! Так, хорошо, выходим тогда в эту дверь. Уже практически финал. Очаровательно. Хорошо. Два рычага. Такс. Погнали. Я все время думаю, что здесь нет привидений. Так, этот рычаг... И какую дверь он... Ага, все-таки он закрывает ту. Да, наконец-то я выбрался отсюда. Отлично. Еще раз в неизвестную. Так, что нажимаем на рычаг? Здорово, вперед и вниз, господин Стобард. Отлично. Так. А что, это новый комикс? Нет. Нет. Ну что, ребят. Сейчас будет финал. Ну, просто спускаемся вниз и смотрим концовку игры. Так что, в принципе, в принципе, вот так-то. Сейчас будем смотреть, ну, что к чему и почему. Погнали, че. Сейчас посмотрим. Погнали, че. Так, вы смотрите, а я подаю. Погнали, че. Погнали, че. Погнали, че. Теперь чтобыhomme decay. Подписывайся вверх。 Погнали. Погнали! Погнали! Подписывайся! Ага! Подписывайся! Вот три героя. Чарльз Сесил делал ее. Писатель и сценарист. Так что, в принципе, игрушка получилась вполне неплохая. И музыка в конце очень прикольная. Вот. Так что, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки. Приглашайте друзей. Локализация была 1C Soft Club. Именно текста. Вот. Так что, надеюсь, вам понравилось то, что мы прошли две классные части Broken Sword. Мы вернемся к третьей. Ну, у третьей части есть свои маленькие минусы. Ну и, конечно же, плюсы. Потому что стало в третьей части больше роликов. Это тоже радует. Больше третья часть похожа на мультик. Вот. Так что, в принципе, я думаю, что третья часть вам тоже понравится. Я ее не проходил. У меня были проблемы, когда у меня была старая винда. Она на старой винде не шла. Вот. А на семерке, в принципе, третья часть Broken Sword идет нормально и стабильно. Так что, в принципе, мы обязательно пройдем третью часть. Есть четвертая. Четвертую я тоже не проходил. Вот. И, конечно же, я не проходил пятую часть. Их пять. Пять частей классного квеста Broken Sword. Вот. В десятом году... А, ну да. Ремастер, да. А оригинальная игра вышла в девяносто седьмом. Спасибо за игру. Разработчики нам говорят. Да, странно, что глюк после титров показывает вот его Харю. А мы что-то еще открыли. Так, подожди. А, снова в Париже. Так, подожди. Сейчас. А вот, когда мы выбрались наружу. Это нам ролик показывали. Солнце уже садилось. Ника рядом со мной. Думаю, сейчас пришло время расслабиться. Романтик тайм. Романтик тайм. Еще бы сплавить куда-нибудь тити-пока. Наверстать потерянное время. Ну да, они на грани смерти были. Судя по выражению его лица. Судя по выражению его лица, Джордж тоже так считает. Ну, в общем, вот, была такая интересная ламповая игра. Broken Sword 2. Я очень рад, что разработчики делали ремастер. Потому что он очень потрясающе выглядит. И это классика квестов. И есть эта игра на телефоны. То есть, если вы хотите пройти, она есть на планшеты и андроиды. Так что, в принципе, ребята, не прощаемся. Следите за новостями. С вами Казуку Фэмили. Всем до новых встреч. И мы вернемся к этой игре уже в третьей части. Которая называется, по-моему... С драконом что-то. Будет третья часть, что-то связанное с драконами. Я не помню точное название, уже забыл. Ну, в общем, встретимся в третьей части игры. Всем до новых встреч. С вами был Казуку Фэмили. Не болейте. Всегда дружите. И никогда не делайте ничего плохого. Только хорошее. И все будет в мире хорошо. Ну, а с вами был Казуку. Всем до новых встреч. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok